канал влюбленные в путешествия продолжает знакомить вас с мальтой что же здесь вкусненького поесть на мальтийскую кухню оказала большое влияние близость цицилии поэтому как в любой итальянской кухне паста и пицца самые распространенные блюда на мальте причем порции на мальте очень большие поэтому будьте готовы растянуть трапезу на несколько часов как это делают коренные жители острова средняя стоимость одной порции пасты 8 9 евро пицца так же особенностью традиционной мальтийской кухни является наличие всевозможных тушеных блюд эта традиция идет со старых времен когда на мальте был недостаток в древесном топливе поэтому все блюда готовились медленно в специальных глиняных горшочках на каменных очагах естественно если вы хотите отведать национальную кухню лучше посещать не рестораны в центре города они большие семейные таверны в деревушках например в поселении мджар вы сможете отведать главное национальное блюдо мальты феник это кролик стушеный винном соусе с чесноком и специями также мальтийцы очень любят улиток они собирают их обычно после дождя в принципе от французского варианта мальтийские улитки не сильно отличаются их поедают соусом из зелени и чеснока обязательно нужно попробовать мальтийские пастицы это пирожки слоеного теста сыром рикотта пастицы можно найти практически на каждом углу стоят они около 30 центов но лучше ими не увлекаться так как они очень калорийные ну и естественно рыбные блюда на мальте очень популярны по воскресеньям в рыбацкой деревушке марс лошок открывается рыбный рынок с наисвежайшей рыбой различных видов можно найти даже рыбу меч тут же лучшие рыбные рестораны на мальте кстати экзотическим блюдом считается паста приготовленная соусом из чернил осьминога в нашем следующем видео мы расскажем о мальтийских сувенирах и гостиницах путешествуйте от путешествий только польза